Музыка Приверженность идеи нулевой терпимости к допингу. Эта идея была всегда федерацией. И новый виток развития нашей антидопинговой работы начался с 2020 года, когда правительством Российской Федерации была принята стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года. И получив рекомендации Министерства спорта России, мы разработали в федерации свою антидопинговую стратегию, именно поставив в главу угла повышение антидопинговой грамотности. Уверена, что уже как раз новые поколения спортсменов, и тренеры, опять же, нового поколения, они будут готовы к любым вызовам. Сдача допинг-проп, работа в системе АТОМС, грамотная, участие в оценке знаний, станут обычной вообще практикой для всех, без, как это привыкли раньше, без стресса и суеты. Музыка Сегодня наша делегация находится на Всероссийском форуме в Тамбове. Спорт, антидопинг и здоровье. Не из проста такое название, антидопинг как раз таки является мостиком между спортом и здоровьем. Татьяна Анатольевна сегодня блестяще задала тон сверху. Федерация бокса России как раз таки продолжает свою работу в антидопинговой сфере. И антидопинговое образование – это наша красная нить, и мы ее ставим во главу угла. Юные спортсмены должны быть вовремя научены, и им привиты антидопинговая грамотность и правила спортивной этики. Это, наверное, основное, что сегодня мы услышали, подчеркнули в докладе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова